Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную информационно-аналитическую программу «Взгляд с экрана». Гагаринскими тропами в Дубках предложено провести фестиваль клубов малой авиации. Разбирается мост. Жители Ленинского района в ожидании транспортного коллапса. Не судьба. В Саратове закрыт проект создания Дворца мировой юстиции. В Саратове вот-вот начнется обещанная реконструкция Трофимовского моста. Жители Ленинского района застыли в тревожном ожидании. Чем обернется для них ликвидация важнейшего инфраструктурного объекта? Кто-то предрекает неизбежный транспортный коллапс. Кто-то не видит во временном закрытии моста никаких проблем. В понедельник на Трофимовский приехало городское начальство. Мэр Михаил Исаев, представитель городского дорожного комитета ИСГЭТ на Трофимовском мосту. Последняя инспекция перед тем, как рабочие начнут разбирать объект. Построенный несколько десятилетий назад, мост разрушается буквально на глазах. Его дальнейшая эксплуатация неизбежно закончилась бы трагедией. Планируем с 20-го числа полностью начать разборку над железной дорогой. Окна все согласованы с железной дорогой. Храны будут стоять железнодорожные там, и оттуда будут сниматься, класть на специальных транспортировщиках и увозиться. Поэтому работа достаточно сложная. Окна дают очень маленькие. За одно окно можно снять одну балку. Здесь 11 балок. Нам надо 11 окон, которые даются по нечетным числам, кроме пятницы и воскресенья. Часть моста, что над железной дорогой, разберут примерно за полтора месяца. Потом настанет очередь той, что проходит над улицей Шахурдина. Поток транспорта, при этом, который ранее заезжал на мост, перенаправит с основной магистрали на дублер. Выезды с него должны быть оборудованы светофорами. Со вторника на мосту начался демонтаж проводов. Первые пострадавшие – пассажиры пятого троллейбусного маршрута. Наконечно их встречало вот такое объявление. Вот сейчас специально хочу с ребенком проехать, где он ходит, куда он ходит, как он ходит, поднять. Но пятерка сюда не ходит. Да пятерка-то я знаю, ночью демонтировали электрические провода. Я знаю. А вот шестерка-то каким пятерком ходит. Вот и загадки здесь нигде ничего. Сами пришли. А вы на транспорт? Да, шестерку жду. Где садится, не знаю. Вот подошла, стою, жду. Где тройница. А вас как-то информировали заранее, что троллейбусный? Вчера в интернете прочитали. У меня дочь там работает, через мост ездит. Она говорит, мама, уточни, как мне теперь добираться. На помощь пассажирам приходит диспетчер шестого автобусного маршрута. Он призван заменить троллейбусную пятерку. Конечную от Косторамы перенесли в район техстекла. Сейчас он там светофор повесит, когда мост закроет. Мы поедем под мостом Кашкурдина. Через НИИ на третью дачную. Также и в обратную сторону. В третью дачную НИИ, по Шкурдина, по Трофимовскому мосту. И заезжаем на Кельский клад. Сам пятый троллейбус теперь курсирует от музейной площади до Елшанки. Расскажите, как теперь троллейбус выходит? Елшанка, музейная площадь. То есть туда по старому, конечно? Да, до Трофимовской едем по 11 маршруту, а дальше по пятерку так же. А сколько сейчас по времени маршрут получается? В районе двух часов. А так пятерка сколько бывает? Полтора. Сейчас 29, если вот. Прямо до минуты. Проблемы однозначно возникнут и у тех, кто использует Трофимовский мост в качестве пешеходного перехода через железную дорогу из Шахурдина. А часто вы этой дорогой пользуетесь? Каждый день мы на работу ходим через нее. А вот когда мост разберут, есть какие-то пути здесь, обходы? Как будете добираться? Это, ну я не знаю. Вот там железный мост, ну по нему очень страшно идти. И вон туда только придется идти. А далеко? Далеко. Далеко нам неудобно. Очень неудобно. Один из альтернативных вариантов – переход в районе станции Трофимовский-1. Знаменитый мост, который обошелся железной дороге в 300 миллионов рублей. До него пешком чуть менее километра. Примерно столько же до другого перехода в районе остановки Молодежная. Здесь переход не такой комфортный, как его крытый собрат. Да и сам окружающий антураж в виде зарослей на подходе к переходу навевает на мысли об опасности. Что же до автомобилистов, то для них мало что изменится. По крайней мере, в этом уверены городские чиновники. Вы знаете, что у нас объездов по этой дороге очень много. Во-первых, Шепардина не перекрывается вообще. Она будет двигаться в своем направлении. То, что касается дороги Рогата, у нас выезд простых строителей. У нас есть улица Анфилова, Буровая. И мы с выбором на 50 лет октября. Я думаю, первые дни это может быть небольшие пробки испытывать. Я думаю, потом поток просто переспределится. Люди выберут наиболее удобный пуск для себя. Как будет на самом деле, жители Ленинского района узнают буквально на следующей неделе, когда Трофимовский мост окончательно закроют для движения и начнут разбирать. На месте приземления Гагарина создадут тематический парк покорителей космоса. Презентация проекта, который реализуют в формате государственно-частного партнерства, состоялась на прошлой неделе в Техническом университете. Профинансирует стройку Роман Абрамович. Ему же принадлежит еще одна идея, которую озвучили в Политехе. Провести в Саратовской области фестиваль клубов малой авиации. Мероприятие предложено приурочить ко дню космонавтики 12 апреля. В качестве базового предложен аэродром в Дубках. Именно там первый космонавт в мире впервые поднялся в воздух. И вообще Гагарин становится в регионе брендом номер один. Его именем назван новый аэропорт, тот же технический университет, есть сквер имени Юрия Алексеевича. И аэроклуб в Саратовском районе тоже носит имя Гагарина. Из Ртищева в Саратов с пациентом на борту. Почти скорая помощь, только с крыльями. 2 0 145, посадка решена. Ан-2 санавиацией касается земли аэроклуба имени Гагарина. Здесь эта служба базируется с 2013-го. Только за этот год широкие крылья перевезли больше 20 человек. Доставка самолетом помогает выиграть время. И зачастую дает жизнь. Медики называют это золотым часом. Трудовые будни. Обычная среда Гагаринского аэроклуба. Директор Евгений Алексеев отдувается перед съемочной группой за весь коллектив из 22 человек. Идем не просто по взлетному полю. У этого клочка земли под ногами и шасси самолетов особая история. Вот это одна из полос, с которой взлетал Юрий Алексеевич Гагарин. Так что это можно считать гагаринским стартом. Созданный в апреле 33-го аэроклуб поднял в небо Юрия Гагарина в 55-м году. Сейчас здесь не лучшие времена. Территория, с частью великой истории нашей страны, с воздуха больше напоминает заброшенную. Когда-то здесь трудилось порядка 200 человек. Сейчас в 10 раз меньше. А на балансе три вертолета. Из них в строю только один. А из трех самолетов рабочих два. Вот они наши лайнеры, наши грудяги. Ну то есть есть какая-то зарплата у пилота? Конечно, конечно. У обслуживающего персонала? Да, да, да. То есть санавиация компенсирует затраты и услуги на, будем так говорить, обслуживание техники. Это средства областного бюджета. Основная часть доходов – это прыжки с парашютом. На сайте указаны все виды услуг клуба и расценки. Как говорит Евгений Алексеев, в среднем в клубе совершается до 3000 человек прыжков в год. Но, к примеру, на ремонт самолета сейчас требуется 6 миллионов рублей. Также аэроклуб имени Юрия Гагарина входит в систему ДОСАА в России. Это тоже часть финансирования. Да, оно есть государственное. Мы готовим до сих пор курсантов для ВДВ. Это стрелки-парашютисты и водители-парашютисты. Мы готовим их под призыв, поэтому это финансирование идет по линии Министерства обороны. Понятно, что его недостаточно. Там есть какая-то сумма, вы ее знаете? Да, это порядка 300 тысяч на призыв. То есть это порядка 10-15 курсантов мы выпускаем. Это раз в год? Раз в полгода. Потому что у нас два призыва. Первый космонавт планеты Юрий Гагарин учился здесь прыжкам с парашютом. Здесь же осваивал управление самолетом. Сейчас тут осталось одно более или менее приличное здание. Но оно построено гораздо позже его обучения. Под тонким слоем пыли фотографии ранних лет жизни Гагарина. Вот детство и юность. Вот период учебы в индустриальном техникуме. Вот его самолет. А вот современная коробка для пожертвований на продолжение истории клуба. На пути к взлетному полю необычный бюст Гагарина. Установлен на уровне пояса. Чем и знаменит. Все вот так вот встают с Юрием Алексеевичем. Вот. Фотографируются. И все фотографируются. То есть это тот самый памятник, который объединяет людей, объединяет поколения. Все вышеперечисленное – это та картина, что открылась бы перед Вячеславом Володиным и Романом Абрамовичем, если бы они посетили аэроклуб в рамках своего недавнего визита в регион. Абрамович предложил проводить в области фестиваль малых аэроклубов международного формата. Он предложил, чтобы в день исполнительный, 12 апреля, проводить показательные полеты представителей малых аэроклубов европейских, разных стран мира. И в этой связи вы должны осознать, какая ответственность сложится на вас. Вы осознаете метод для властного участия в проекте. Причем ежегодно. Готовиться надо будет от начала и до конца. А потом готовиться, как только ваши коллеги разлетятся по разным сторонам. Вот о чем. Понимаете? Чтобы все ваши коллеги, проживая мимо, залетали к вам и опять-таки соприкасались с чем? С памятникой? Почему мы говорим, памятник даже не проживая? Мы же ее затоптали в основном сами. Руководство аэроклуба находится в прямом подчинении главы саратовского филиала ДОСААФ. Директора Сергея Щукина оказалось застать на рабочем месте нелегко. На телефонные звонки руководитель тоже не отвечал. Что вы хотели? Мы хотим поговорить с Сергеем Викторовичем Щукиным. Сергея Викторовича нет сейчас на месте. Мы просто... Будет, но позже. Когда время, я вам сказать не могу, потому что это руководитель. Мы просто по тем телефонам, которые указаны на сайте, звонили. Нас от этого не брал трубку. Я на месте сижу. Я не знаю, почему вы не могли бы звонить. Вот я сижу, по телефону разговариваю, общаюсь. Здесь все телефоны, у меня меня ТС. Он мне сейчас звонил, сказал, что скоро будет. Скоро, понятие растяжимое, потому что время 4 часа. Я в 5 часов уйду. Будет ли он, приедет ли он к этому времени, я не могу вам сказать. Это руководитель по этому как бы. В самом аэроклубе к финансированию со стороны и приземлить на Гагаринскую полосу хоть весь мир готовы, ссылаясь на опыт прошлых лет. С 13-го года мы ежегодно проводим 2, а то и 3 турнира по парашютному спорту и по вертолетному спорту, популяризируя это дело. Приезжают люди с разных уголков нашей страны. Крайнее время приезжают даже гости с Казахстана. Наши соревнования растут. На стене в здании висит студенческий проект развития этого клуба. Его создала любительница прыжков с парашютом. Учитывая расценки на все, что связано с небом, цена вопроса 450 миллионов рублей. Видимо, для того, чтобы реанимировать то место, где планета обрела крылья, потребуется не меньше. Проект Дворца мировой юстиции в Саратове закрыт. Анонсированный еще 5 лет назад он был заморожен, едва начались работы по ремонту помещений для мировых судей. Лишь изредка сквозь информационный поток пробивались заверения ответственных лиц, что проект не брошен, вот-вот пойдет финансирование и уж тогда. Но не судьба. Точно такое же, как и 5 лет назад, только территория выглядит более заброшенной. Изрядно потускневший плакат на стене появилась брешь в заборе. Пластиковые окна, пожалуй, единственное, что снаружи выдает хоть какие-то попытки отремонтировать здание бывшего колледжа строительства мостов и гидротехнических сооружений на улице Зеркальная. В 2014 году сообщалось, что на ремонт потрачено 10 миллионов рублей. Помимо окон на эти деньги смонтировали новые системы отопления и водоснабжения, восстановили кровлю. Тогда же проекты заморозили. С тех пор прошло 5 лет. В областном комитете по управлению имуществом подтвердили, объект до сих пор находится в оперативном управлении Центра обслуживания судебных участков мировых судей Саратовской области. О кончении проекта сообщили в областном комитете по обеспечению деятельности мировых судей. Причина, по словам его председателя Александра Васильева, не только в нехватке денег, но и в отрицательных отзывах общественного. Мы его передаем сейчас городу. Этот проект, от него отказались. То есть проект, вот этот вот дом мировой юстиции, который раньше обсуждался много, но, к сожалению, вот он не пошел дальше. Вообще проект, вот этот вот, он был сложный. Его критиковало общественность о том, что гражданам будет, например, с заводского района тяжело оттуда добираться. Но, тем не менее, его изучали. С одной стороны, он был и, ну, можно сказать, жизнеспособен, обеспеченный было бы проще и, может быть, удачнее в одном месте, когда бы все были. Но вот, с другой стороны, общественность нас критиковала за то, что людям с окраин добираться будет тяжеловато. Оттуда в Ленинский район, например, с заводского, с окраина Октябрьского, понимаете? Ну, и потом он дорогой в его реализации. Здание все-таки было старое, там, 70-х годов. Теперь мы работаем, ну, как работали, так скажем. По словам Александра Васильева, здание бывшего колледжа сейчас передают городу. И пока неизвестно, что в нем будет находиться впоследствии. Да, это так. А мы хотели бы узнать, что там планируется размещать. Пока мы еще планируем его приобрести. Когда приобретен, мы будем планировать, что там будет. У нас в Тельске не хватает помещений для того, чтобы разместить все наши утверждения, предприятия и сольщики. По оценкам 2014 года на восстановление здания требовалось по предварительным расчетам порядка сотни миллионов рублей. Но дело не дошло даже до разработки проектно-сметной документации. За пять лет сумма могла существенно подрасти. И логичен вопрос, а есть ли у города, вечно сидящего на бюджетной диете, деньги на восстановление? На этом все. Встретимся через неделю. Надеюсь, она подарит нам массу интересных событий. Надеюсь, это будет. ПОДПИОСМЕНТЫ Одесса Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...